Возможности регламента. Докладчики, кто хочет, чтобы их побольше спросили, оставляйте на это время. Да, сейчас у нас будет следующий, последний доклад перед кофе-брэк, сделает Беленков Евгений Анатольевич из Челябинского государственного университета. Его доклад называется «Классификация структурных разновидностей углеродных соединений». Пожалуйста, Евгений Анатольевич. Уважаемые коллеги, я сначала хочу поблагодарить организационный комитет за предоставленную возможность выступить перед столь уважаемым сообществом, которое занимается графеном. Тема моего доклада – это классификация структурных разновидностей углеродных соединений, которые, конечно же, имеют отношение к графену. Дело в том, что все углеродные структуры, они между собой взаимосвязаны, и графен, алмаз, карбин, монотрубки, фуллерены – это проявление каких-то свойств углеродных атомов. Возникает вопрос, а каково вообще разнообразие всех углеродных структур, и можно ли ограничить фантазии, в первую очередь, нас, теоретиков, чтобы не выдумывать все, что только возможно. И вот в своем докладе я попытаюсь предложить некую схему классификации, которая эту фантазию в какой-то мере, наверное, ограничит. Цель этой классификационной схемы – предложить некий инструмент для поиска новых углеродных структур, новых материалов в цель его предсказания. Дело в том, что большинство углеродных соединений, которые изучались, фуллерены, нанотрубки, они сначала были теоретически предсказаны и только затем экспериментально синтезированы. Я думаю, такая же ситуация сложится и с остальными углеродными соединениями, которые можно было бы в перспективе синтезировать. Значит, вопрос о том, что еще и почему интересны углеродные соединения, углеродные наноструктуры и фазы. Дело в том, что одним из практических приложений, фундаментальных исследований, в области физики и химии твердых тел – это материаловедение и цели которой – получение материалов с заранее заданными свойствами. Свойствами материалов можно управлять, ну, в первую очередь, за счет химического состава, конечно же. Так вот, углеродная система, чисто из углеродных атомов, это является модельной системой, где можно проследить в чистом виде влияния на свойства именно структуры. Вот этим углеродные материалы интересны с точки зрения фундаментальной науки. Ну, очевидно, что свойства, вот, допустим, алмаза, свойства алмаза и свойства графита, они коренным образом отличаются. В чем же причина отличия этих свойств? Ну, причина отличия этих свойств была, понятно, достаточно давно. Но причина отличия свойств различных углеродных материалов в возможности гибридизации электронных оболочек атомов углерода при образовании химических соединений, химических связей. Различные гибридизированные состояния атома углерода, то есть изменение конфигурации внешних электронных оболочек, распределение электронов внешних в различных соединениях, как раз приводит к тому, что формируются различные углеродные соединения с различными свойствами. Ну, и вот здесь приведены основные состояния гибридизации, соответствующих алмазу, грантфену и карбину. Конечно же, возможны и промежуточные состояния. То есть объяснить, почему свойства углеродных материалов различны, это удалось достаточно давно. И вот здесь приведена схема классификации возможных гибридных состояний атомов углерода на основе гибридизации как раз. Однако вопрос, каким образом, какие соединения могут и почему именно те или иные гибридизированные состояния атомов углерода образуются, и почему именно так свойства в каком-то материале меняются? Можно ли предсказать, как изменится гибридизация? Эта схема классификации не отвечала на этот вопрос. В чем же причина, почему в тех или иных соединениях у нас образуется та или иная электронное распределение электронной плотности и свойства углеродных материалов становятся теми или другими? Это определяется структурой. И поэтому для того, чтобы предсказывать новые материалы с новыми свойствами, необходимо классифицировать возможные структуры. И каким-то образом можно описать, какие из этих структур вообще возможны, и чем стоит заниматься, чем не стоит. Так вот, какие же структуры углеродных материалов возможны в формировании? Ну, углеродные материалы можно разделить в первую очередь на углеродные материалы с аморфой структурой и со структурой частично упорядоченной, и углеродные материалы с полностью упорядоченной структурой. Значит, рассматривать углеродные материалы с аморфной структурой, по-видимому, не представляет интереса, потому что с теоретической точки зрения их можно рассмотреть как материалы с упорядоченной структурой, в которую мы вносим дефекты кристаллической структуры, увеличивая концентрацию этих дефектов. мы можем плавно перейти от углеродных материалов с упорядоченной структурой к комочным, частично упорядоченным материалам. Поэтому, в первую очередь, с теоретической точки зрения, необходимо рассмотреть, каким образом могут формироваться углеродные материалы с упорядоченной структурой. Так вот, мы уже говорили, что электронная плотность определяет свойства. Каким же образом, что заставляет электронные внешние ополочки углеродных атомов при образовании соединений тем или иным образом распределяться? По-видимому, это окружение этого атома углерода в соединениях. То есть, это ближайшие атомы, которые находятся в контакте с атомом в каком-то химическом соединении. Что же определяет окружение ближайшего атома? Ну, во-первых, ближайшие атомы, относительно того, которое мы рассматриваем, они определяются расстоянием до этого атома. То есть, один из таких факторов. Так вот, расстояние до атома углерода в химических соединениях определяется типом химической связи. Вот в ковалентных соединениях расстояние между соседними атомами углерода составляет порядка 1,54 в алмазе, 1,42 ангстрема в графеновых слоях, ну и так далее. То есть, вот такие расстояния. В андервальсовских соединениях, это расстояние между слоями, допустим, атомов графеновых слоев в кристаллах графита, это 3,354 ангстрема. Значит, существуют еще и металлические соединения, их недавно обнаружили при высоких давлениях, где координационные числа атомов углерода, то есть, ближайшие соседей, то есть, там кубические решетки объемные, границ центрированные в таких соединениях. Так вот, соответственно, для того, чтобы просмотреть, вот теоретически, какие могут быть соединения углеродные, необходимо разделить эти соединения на соединения углеродные с одним типом химических связей. Это ковалентные металлические связи, в андервальские. Ну на вандервальских связи это тривиальная система, это, видимо, углеродный пар только. Где атомы углерода, они в андервальскими связями. Поэтому рассматривать это неинтересно. Металлические, это вот совершенно недавно еще были такие получены. Недавно были получены, тоже мы их не будем рассматривать. Но наибольший интерес представляют, естественно, ковалентные соединения, то есть соединения на ковалентных типах связей. Это в том числе алмаз, графеновые слои, фуллерены, нанотрубки и так далее. Значит, еще один класс соединений, который представляет интерес, это углеродные соединения с комбинацией различных типов химических связей. В первую очередь, это ковалентно-вандервальские, допустим, соединения. Ну, к ним относятся кристаллы графита, допустим, когда в графеновых слоях связи ковалентные, а между слоями эти связи вандервальцевские. Ковалентно-металлические, это гипотетические пока соединения, металловандервальские тоже гипотетические. Поэтому остановимся на двух классах углеродных соединений, которые достаточно широко в настоящее время представлены и представляют, в общем-то, интерес. Значит, схему классификации, значит, что нужно положить в схему структурной классификации в основу? Мы уже говорили о том, что электронная конфигурация оболочек электронных, то есть электронных оболочек атомов углеродов соединения, по-видимому, определяется ближайшим окружением атома в таких соединениях. Поэтому в основу вот такой классификационной структурной схемы необходимо положить так называемые псевдокоординационные числа. В случае ковалентных соединений псевдокоординационным числом это будет количество ближайших атомов, с которыми текущий атом образует ковалентные связи. Значит, ну, в тех соединениях, которые представляют интерес, атом углерода может образовывать связь с двумя соседними, с тремя соседними, с четырьмя соседними. Ну, с двумя соседними это будет карбиноподобные структуры, с тремя соседними это графен, с четырьмя соседними это будет алмаз. Кроме того, на ковалентном типе связи могут образовываться гибридные соединения. Гибридные соединения это соединения, которые состоят из атомов углерода в различных координированных состояниях. Допустим, в состояниях, когда атом углерода образует, часть атомов углерода образует связи с двумя соседними, часть атомов с тремя и часть с четырьмя. То есть может быть 3 класса, 4 класса таких гибридных соединений. Это соединения средние между карбином и графитом, допустим они носят название графинов. Значит это могут быть соединения между алмазом и карбином, это карбина-алмазы. И соединения между алмазом и графитом, это графина-графита-алмазы. А также соединения, в которых представлены все 3 типа координационных связей. Значит, если мы проклассифицируем, установим, каким образом у нас окружение текущего атома, как расположены соседние атомы, то мы можем установить как раз его степень гибридизации, распределение электронной плотности, ну и, соответственно, свойства описать, если классификационная схема. Значит, теперь перейдем к классификации непосредственно ковалентных соединений. Значит, ковалентные соединения, и в первую очередь рассмотрим классификацию ковалентных соединений углеродных с одним значением координационного числа, не гибридных. Значит, что нужно положить в основу описания таких различных соединений? Вот это Na, это псевдокоординационное число, которое определяет, с каким числом соседних атомов связано ковалентными связями текущий атом. Значит, следующий параметр, который определяет структурные группы, это кристаллографическая размерность. То есть количество кристаллографических осей, вдоль которых размеры образующейся структуры имеют макроскопические размеры. Это может быть нулевая кристаллографическая размерность, может быть одномерная, двухмерная или трехмерная. Кроме того, нужно различать кристаллографическую размерность соединений и атомную размерность соединений. Атомная размерность соединений – это количество декартовых осей и координат, которые нужно ввести для того, чтобы описать координаты атома в конкретном соединении. Поэтому может быть разница между кристаллографической размерностью, допустим, фуллерена, макроскопические размеры, его ни в одном направлении не является, то есть нулевая размерность. В то же время, как для описания координат атома в фуллерене, необходимо три декартовых оси координата ввести. То есть атомная размерность будет три. Так вот, значит, вот эта структурная схема, ну в первую очередь ее нужно рассмотреть только для соединений углеводных, в которых все атомы находятся в кристаллографически эквивалентных позициях. Дело в том, что вот такие соединения в стереотической точке и с практической поведением представляют наибольший интерес. То есть тот же самый алмаз кубический, тот же самый графен, все атомы в них находятся в кристаллографически эквивалентных позициях. И именно эти соединения углеродные являются термодинамическими устойчивыми, ну наиболее термодинамическим устойчивыми. То же самое касается наноструктур. Из всех вот наноструктур наиболее распространенным и наиболее вероятным формированием является фуллеренов C60. Чем C60 фуллерен отличается от других фуллеренов? Тем, что все атомы как раз в этом фуллерене находятся в кристаллографически эквивалентных позициях. Если мы ограничимся в первую очередь рассмотрением соединения углеводных с кристаллографически эквивалентными позициями, вот здесь задача, собственно, существенно упрощается. Мы можем описать все, какие только можно теоретически, вот такие соединения и поставить на этом, собственно, точку. То есть это одна из достоинств вот этой классификационной схемы. Кроме того, то есть вот здесь вот в этой таблице имеются отдельные ячейки. Каждая ячейка это структурная группа. Структурные группы определяются как раз псевдокоординационными числами и кристаллографической размерностью. Значит, имеются, конечно, ячейки, для которых не могут существовать соединения. То есть из вот такого теоретического подхода. Значит, вот эти две первые структурные группы не представляют, собственно, никакого интереса. То есть вот это первое, это отдельные атомы углерода на ковалентных связях, там нет ковалентной связи пара связанных атомов углерода. Наибольший интерес представляют вот эти, как бы, соединения, эти структурные группы. Что еще из вот такой схемы следует? Дело в том, что все структурные группы между собой связаны. Я уже говорил о том, что углеродные соединения между собой взаимосвязаны, потому что из одних соединений получаются другие. И предлагаемая схема классификации, она позволяет модельным образом получать из одних, соединения одних структурных групп, соединения других структурных групп. И таким образом описать все возможные структурные разновидности углеродных материалов, в данном случае для соединений, когда атомы находятся в кристаллографических эквалентных позициях. Ну, давайте подробнее рассмотрим некоторые структурные группы. То есть, начальные структурные группы, здесь можно простым теоретическим анализом и перебором самостоятельно все получить, какие только могут быть соединения. Значит, вот к структурной группе 0D2, то есть это когда у нас координационное число, псевдокоординационное число 2, кристаллографическая размерность 0, относятся к карбиновые нанокольца. Значит, дело в том, что вот эта схема классификации, которую я вам излагаю, она прилагается к углеродным материалам, на самом деле это является неким практическим приложением теории кристаллических сеток. Ну, а в теории кристаллических сеток с математической точки зрения необходимо, конечно же, описывать не только те структуры, которые могут в природе существовать, но и все математические абстракции на эту тему, потому что из них можно получить другие какие-то структуры и так далее. Вот в этом плане, вот карбиновые нанокольца, они экспериментально существуют, но для описания всех возможных структур такого типа с кристаллографическими калентными позициями, мы должны описать, конечно же, и вот такие нанокольца с гофрированной структурой. Здесь видно, что атомная размерность 2, то есть 2 кристаллографических оси, для описания структуры атомной вот таких вот, надо кристаллографическая размерность 3. Значит, следующий класс это кристаллографическая размерность у нас, то есть псевдокоординационное число 3, то есть каждый атом имеет 3 соседних атома, кристаллографическая размерность 0. Так вот, существует всего 10 правильных и полуправильных многогранников из углеродных атомов, которые находятся в эквивалентных позициях, больше их не существует. То есть если есть еще другие, то это уже позиции не кристаллографически эквивалентные. Сюда же, к этой структурной группе, нужно отнести призмоподобные кластеры, призмоподобных кластеров. Но вот такие кластеры, их количество не ограничено. Значит, следующая структурная группа, это квазиодномерные наноструктуры, это карбиновые цепочки, которые существовать, конечно же, могут экспериментально, полииновые и поликумуленовые структуры на разновидности. А это математические абстракции с точки зрения теории сеток. При оптимизации, конечно, такие структуры распрямятся вот в этой карбиновой цепочке. Значит, в этой же структурной группе, кристаллографически одномерной, с координационными числами, следует отнести углеродные нанотрубки не все, а некоторые. Это, в частности, углеродные нанотрубки на основе гексагонального графена слоев, креслообразные, зигзагообразные и хиральные. А также углеродные нанотрубки на основе графенового слоя 4,8. В этих нанотрубках кристаллографические эквивалентные позиции атомов. Сюда же относятся квазиодномерные нанообъекты, зигзагообразные структуры и так далее. Сюда же надо отнести спиральные ленты к этой же структурной группе. Следующая структурная группа состоит из атомов углерода в координационными числами 4, аналог алмазоподобных таких соединений. Все эти структуры, по-видимому, чисто модельные. То есть, в реальной жизни вероятность их существования близка, наверное, к нулю. Но, тем не менее, стоит их описать с точки зрения кристаллических сеток. Следующий класс соединений, следующие структурные группы, это кристаллографическая размерность 2. К этим структурным группам относятся, в первую очередь, 4 графеновых слоя. Включая графеновый слой L6, который стандартный. А также может существовать 3 других разновидности графеновых слоев. О том, что только 4 таких слоя может существовать с эквивалентными позициями атомов, было доказано еще в начале 20 века. Шубников, позднее, делание более точное, привел доказательство теорему. То есть, вот это все, что может существовать из-за кристаллографических эквивалентных позиций. Значит, с точки зрения теории кристаллических сеток, необходимо описать еще гофрированные слои. Количество гофрированных слоев таких ограничено. На слое L6 таких гофрированных слоев 7, на слое 4,8 один гофрированный слой, ну и так далее. Значит, следующая структурная группа двухмерных размерных этих соединений углеводных, это гипотетически опять, в реальной жизни маловероятно, что они существуют, но хотя бы потому, что они плоские. Это когда атом углерода имеет псевдокроординационное число 4, всего существовать может только 3 таких слоя из эквивалентных позиций атомов. Значит, сюда же отнести следуют вот такие гипотетические структуры из кристаллографических эквивалентных позиций. Это плоские двухатомные слои структурные. Значит, на основе вот таких вот двухмерных и трехмерных структур, то есть еще существует 3 структурных класса, то есть 2 структурных класса трехмерных структур с кристаллографической размерности 3. Это в первую очередь так называемые трехмерные графиты, которые состоят из атомов углерода в трех координированных состояниях, то есть в состояниях аналогичных слоям атомов углерода в слоях графена, но в то же время образуют объемные жестко связанные структуры. Значит, количество таких соединений еще до сих пор точно не ясно, но я уверен, что их количество конечное и теоретически их можно все описать, по крайней мере в кристаллографических эквивалентных позициях. Значит, также имеются алмазоподобные фазы, помимо алмаза обычного кубического, лансдейлита и так далее, может существовать достаточно большое количество других структурных разновидностей, аналогичных алмазам, в которых атомы углерода находятся в четырех координированных состояниях, причем все в кристаллографических эквивалентных позициях. Как же использовать предложенную схему классификации для получения новых структурных разновидностей? Эта замечательная схема является инструментом для поиска новых соединений. Дело в том, что вот описанные какие-то соединения, которые уже известны, их можно взять в качестве структурных предшественников для получения новых соединений, новых углеродных соединений. Значит, можно получать из структурных предшественников путем сшивки и совмещения, можно же взять структурные предшественники с большими псевдокоординационными числами и получать модельно соединения, структуры соединения в результате процесса некого разрезания. Ну, рассмотрим вот на примере, допустим, как получать слои графена. Слои графена можно получать, они имеют псевдокоординационное число 3, их можно получить из структурных групп предшественников, имеющих координационное число меньше на единицу, это вот 2, то есть из карбиновых наноколец или карбиновых цепочек, в результате сшивки или совмещения таких структур. Вот алмазоподобные фазы, допустим, можно получать в результате сшивки фуллеренов, нанотрубок, графеновых слоев или 3D-графитов. Значит, в свою очередь графеновые слои можно получать в результате, допустим, разрезания, то есть алмазоподобных фаз или разрезания вот таких вот структурных соединений из группы 2С4. Значит, как это делается? Ну вот пример, допустим, то есть как получить алмазную фазу. Мы должны взять в качестве предшественников фуллерены и сшить их. Конечно, здесь пример только сшивки двух фуллеренов, на самом деле это надо объемную сшивку выполнять и получим структуру фазы. Значит, можно выполнять совмещение. Вот пример совмещения. Вот если этот механизм, он как-то еще относится, относится с экспериментом, то есть такие процессы происходят, это полимеризация, видимо, какая-то в результате удаления поверхностных, допустим, атомов водорода или чего-то там такого, то вот этот процесс чисто модельный. Но он необходим, чтобы описать все возможные структуры. Значит, ну, примерно на трубок. То есть точно так же можно сшивать нанотрубки, можно совмещать и получать такие, в общем-то, замечательные вещи. Ну, в частности, допустим, мы вот теоретически рассмотрели возможную структуру алмазоподобных фаз, и на основе этой схемы вот сейчас мы теоретически предсказываем возможность существования 35 алмазоподобных фаз. В журнале «Физика твердого тела» январь, июнь и ноябрь этого года опубликованы три статьи, где эти фазы детально описаны, их свойства и так далее. Значит, ну и другие соединения такого типа. Здесь наиболее интересными соединениями являются, по-видимому, автоинтеркалированные соединения, гипотетические. Это, допустим, когда кристаллическая решетка графита, то есть не графита, а алмаза, одна вложена в другую. Между собой эти решетки связаны вандервальцевскими связями, а в пределах одной решетки связь ковалентная. Либо структуры, допустим, кольчугообразные, из нано-колец карбиновых и так далее. Значит, ну, я хочу сказать, что, вот как говорил Александр Исакович Китай-Городский, теории делятся на три класса. Первые — это те, которые предсказывают, вторые — те, которые что-то запрещают, а третьи — они объясняют то, что существует. Я предложил вашему вниманию, надеюсь, такую теорию, которая все три этих выполняет условия. Спасибо за внимание. Спасибо большое.